С вами на связи Андрей Макаревич, музыкант, который, насколько мне известно, как-то тесно связан с Крымом, и у него есть позиция по этому поводу. Совсем недавно мы слушали Андрея Макаревича с его новой музыкальной композицией, посвященной ОМОНу. Андрей, я хотела вас спросить, добрый вечер, во-первых, вы слышите меня? Здравствуйте, да. Да, были разночтения, вы посвятили эту песню российскому ОМОНу или украинскому Беркуту? В данном случае ОМОН – это такое сакральное понятие, общее человечество. Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете вообще и ситуацию на Украине в целом, и победу, которая случилась, очевидно, на Украине меняется власть, ну и, собственно, наше московское отношение к этим событиям? Да, во-первых, я могу сказать, что находясь здесь, сколько бы мы ни слушали разных авиастанций, не смотрели разных телепрограмм, мы все равно настоящей правды не узнаем. У меня в Украине много друзей в разных городах, и я волновался за них, я им звонил, они звонили мне. Всегда все оказывалось не совсем так, как по нашим главным телевизионным каналам нас пропагандировали. Что касается Крыма, знаете, исторические события вот такого масштаба, они всегда сопровождаются массой перегибов и массой глупостей со всех сторон, как изнутри, так и снаружи. Я убежден, что какие-то разговоры российские на тему того, что вот хорошо бы Крым надо вернуть, это очень опасная провокация. Очень опасная. У нас, к сожалению, в политике есть и провокаторы, и мегадеры. Потому что прежде всего не мешало бы помнить, что уже четверть века, как бы нам это ни было противно, Крым является территорией суверенного государства Украины. И что бы у них там сейчас не происходило, это прежде всего их внутреннее дело. Нам говорят, что граждане Крыма хотят в Россию, но нам не говорят, какое количество граждан Крыма хочет в Россию. 10, 20 тысяч, или может быть 10 тысяч, или 50. А там еще живут крымские татары, а там еще живут украинцы. Вот если мы хотим получить Абхазию номер два, большого врага под боком, уже серьезного врага в лице Украины, то надо вот эти глупости продолжать. Я как раз хотела сказать о том, что некий исторический опыт у нас в этом смысле есть, и о нем говорят в политике. А мы очень любим на одни и те же грабли наступать. Они у нас такие многоразовые использования, эти грабли. Ну все-таки официальные лица российские, ну те, по крайней мере, которые принимают решение, ничего такого не говорили. Но это такая... Слава тебе, Господи! Я очень надеюсь, что Владимиру Владимировичу хватит мудрости не лезть в эту историю. Но обычно у нас забрасываются жириновские в качестве пробного камушка на телевизор. Ну вы же знаете, прошу прощения, что перебиваю, вы же знаете, что тем не менее в Крыму происходят там митинги, и на этих митингах в том числе российские флаги, их много, и ситуация там... Вот скажите, вы были на этом митинге, вы знаете, сколько там был человек? Я не был. Знаете, ну мы видели трансляцию, довольно сложно считать в трансляции по главам, но людей довольно... Понимаете, так сложно. Наверное, кто-то хочет, я уверен, что там есть граждане русские, конечно, есть, и русскоязычные. И, наверное, их оскорбил этот идиотский закон, значит, о запрете на русский язык, это украинская глупость. Я все понимаю. И тем не менее, это не наша территория, и это даже не спорная территория. Ваша позиция абсолютно очевидна. Вы считаете, что Украина должна сама разобраться, и ее части тоже? Абсолютно. И вы знаете, у всех этих глупостей есть один-единственный плюс. Как правило, они в истории ненадолго. Все-таки все, разум берет вверх. А вы часто в Крыму бываете? Ну, в последнее время нет, не так часто. Я лет десять назад там бывал часто. Сейчас нет. Спасибо. Крыму представляет удручающее зрелище, надо бы сказать. Разоренный, бедный, совершенно. Он совсем не похож на тот, который мы будем. Такой трагической, такой грустной ноте. Мы должны закончить разговор. Спасибо огромное. С нами был музыкант Андрей Макаревич. Я хочу адресовать следующее.